Здравствуйте, уважаемые студенты! Представляю вашему вниманию тему номер 11 Торгово-технологическое оборудование Данная тема включает в себя три вопроса Первый – роль торгового оборудования в рационализации торгово-технологических процессов Второй – классификация торгово-технологического оборудования розничных торговых предприятий и направление его совершенствования И третий – это расчет потребностей в торгово-технологическом оборудовании Перейдем к изучению темы с первого вопроса Процесс повышения технического уровня общественного производства путем развития и совершенствования средств труда, технологий и организации производства На основе использования достижений науки и техники – это закономерный процесс И составной частью технического прогресса в торговой отрасли является совершенствование технологии и организации торговых процессов На Республике Казахстан в современных условиях, когда торговлю ведут в основном мелкие торговцы и торговые предприятия, представленные в преобладающей массе своими малыми предприятиями Практически каждое торговое предприятие в зависимости от его оснащения, ассортимента товаров, торговой площади и их квалификации работников применяет свою технологию Однако наблюдающееся поступательное развитие экономики страны, сопровождаемое ростом производительности покупательной способности населения Требует расширения торговых площадей, магазинов и складов, интенсификации торговых процессов Интенсификация связана с категорией производительности труда Эффективность и производительность труда торговых работников и сфера обращения в целом оказывают существенное влияние на темпы процесса воспроизводства Доведение товаров от производства до потребителя должно быть таким же четким, как конвейер современного производственного процесса Иначе торговля неизбежно будет сдерживать производство Наиболее трудоемким участком в торговле товарами народного потребления является розничная продажа Миллионы покупателей ежедневно вступают в контакт с продавцами Продавцы выясняют спрос, отбирают, взвешивают, упаковывают, подсчитывают, выдают товар Радикальное изменение функций продавцов, ликвидация фронта прилавков между покупателем и товаром Стало возможным при внедрении в самообслуживание Самообслуживание основано на использовании нового торгово-технологического оборудования Расчетно-кассовых аппаратов, контрольно-измерительных приборов На продаже товаров, подготовленных к реализации в промышленных предприятиях По функциональному признаку различают следующие группы торгово-технологического оборудования Это немеханическое, весоизмерительное, контрольно-кассовое, холодильное, торговые автоматы и технические средства для обработки коммерческой информации Но немеханическое оборудование является основным видом оборудования торговых предприятий Объединяет большое количество разновидностей и типов торговой мебели К ней относятся горки, вишела, тара оборудования, прилавки, витрины и другие изделия Необходимые для выполнения операций приема, хранения, подготовки товаров к продаже и, собственно, их продаж Основными направлениями совершенствования торговой мебели являются следующие Это расширение и постоянное обновление ассортимента Унификация типа размеров на модельной основе Стандартизация несущих деталей Секционность, внедрение сборно-разборочных конструкций Широкое использование современных материалов Снижение материала емкости, веса и стоимости В процессе приемки, подготовки товаров к продаже и их продажи В розничных предприятиях производятся количественные измерения Большинство продовольственных товаров и некоторые непродовольственные товары взвешиваются Для отмеривания жидких продуктов, допустим, применяют мерные кружки и мензурки Для измерения длины – это деревянные металлические метры На проведение операций по отмериванию затрачивается много времени и труда с привлечением большого количества работников Ускорение научно-технического прогресса в торговле предусматривает применение измерительных приборов в более совершенных конструкции В настоящее время это контрольно-измерительные приборы без рабочих тел, многофункциональные, позволяющие не только взвесить товар, но и подсчитать цену покупки, указать массу, выдать чек Электронные весы в торговле страны стали применяться в начале 70-х годов Используются измерительные устройства, позволяющие взвешивать высокотоннажные грузы, допустим, автомашины, вагоны Без каких-либо весовых платформ и даже остановок с помощью тензиметрических датчиков и внешних малогабаритных электроприборов Применение контрольно-кассовых машин обеспечивает наглядность, простоту и правильность расчетов с покупателями Контроль за правильностью введения расчетно-кассовых операций, точность учета денежных поступлений, минимум времени на расчеты покупателями и высокую производительность труда контролера-кассира Современный этап усовершенствования кассовых машин характерен переходом от электромеханических кассовых аппаратов и устройств быстродействующим электронным контрольно-регистрирующим прибором на интегральных схемах Холодильное оборудование торговых предприятий призвано обеспечить непрерывную холодильную цепь при движении скоропортящихся продуктов от производства к потребителю Торговые холодильники продовольственных магазинов служат для кратковременного хранения замороженных и охлажденных скоропортящихся продуктов Их показа и продажи населению В состав торговых холодильников входят холодильные стационарные камеры и торговое холодильное оборудование Это разборочные стационарные камеры, шкафы, прилавки, витрины, оснащенные автоматическими холодильными машинами Торговые автоматы Преимущества автоматической продажи товаров хорошо известны Однако область распространения торговых автоматов все еще ограничена Важнейшими направлениями совершенствования конструкции торговых автоматов Является повышение их надежности, долговечности, унификации деталей и узлов Широкое применение микроэлектронных приборов, увеличение товарной емкости Ускорение отпуска товаров, снижение размеров массы автоматов, сокращение энергопотребления Дальнейшее развитие производства торговых автоматов во многом зависит от достаточного количества фасованных товаров Стандартной упаковки и от правильной организации торговли через автоматы Например, торговые автоматы, установленные в витринах магазинов, могут продлить часы торговли В будущем для Казахстана, так же как и в индустриально развитых странах в настоящее время Будет актуально создание магазинов автоматов, складов автоматов Подъемно-транспортное оборудование представляет собой совокупность машин и механизмов Необходимых для выполнения в торговых предприятиях тяжелых и трудоемких работ Это погрузки, разгрузки, перемещения и укладывания товаров К ним относятся лифты, тележки, конвейеры, краны, погрузчики, столы подъемные, уравнительные, погрузочно-разгрузочные и механизированные комплексы При решении вопросов технического оснащения магазинов Особое внимание должно быть уделено выбору типов и определению его оптимального количества Но определение рационального набора торгово-механического оборудования и характера его размещения оказывают существенное влияние на эффективность использования площадей магазина Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы оптимальной была установочная площадь То есть площадь торгового зала, занятая основаниями торгово-технологического оборудования Также следует учитывать, что эффективное использование торговых площадей может быть достигнуто при условии оснащения магазинов торговым оборудованием Имеющим достаточно большую площадь выкладки При одной и той же установочной площади площадь выкладки товаров может быть различной в зависимости от типов и композиции торгового оборудования Количество элементов для выкладки товаров Для установления взаимосвязи между различными технологическими зонами магазина Важно знать емкость торгового оборудования и количество разновидностей товаров Выкладываем их на одном метре, горке, островной или приистенной Эти показатели дают возможность определить не только эффективность использования торгового оборудования Но и установить для магазина оптимальный размер товарных запасов, размещаемых в торговом зале Рассчитывать потребность в завозе товаров, в транспортировке и так далее Но емкость оборудования зависит от его типа, используемых элементов и приспособлений для выкладки товаров А также от вида товаров, выкладываемых на нем Определение набора немеханического оборудования для конкретного магазина Осуществляется в соответствии с разработанной для него схемой технологической планировки Которая оформляется в виде чертежа При определении потребности в торговом холодильном оборудовании Учитывают объем реализации скоропортищихся продуктов и сроки их хранения Методы продажи товаров и тому подобное Потребную охлаждаемую площадь можно рассчитать двумя методами Первый это по нормам нагрузки на один квадратный метр И второй это по размерам тары и оборудования В обоих случаях вначале определяют грузовую площадь, предназначенную для хранения продуктов Затем общую площадь камер, включая площадь проходов и проездов Расчет максимальных товарных запасов производят по среднему товарообороту, средней цене и срокам хранения продуктов Площадь камеры определяют суммированием расчетных показателей по отдельным товарам Более точным является расчет складского оборудования и тары, в которых хранятся товары При этом требуется соблюдение условий хранения и размещения товаров Емкость и размеры устанавливаются по стандартам и техническим уровням Расчет охлаждаемой площади при штабельном хранении товаров в таре прямоугольной формы По площади необходимой для размещения товаров в таре подбирают тип и количество немеханического складского оборудования Площади которых составляют потребную грузовую охлаждаемую площадь Общую площадь определяют умножением на соответствующий коэффициент перевода грузовой площади в общую При выборе подъемно-транспортных машин основными факторами, которые должны быть учтены, являются ассортимент и габариты подлежащих переработке грузов Объем погрузочно-разгрузочных и складских работ, производительность механизмов, режим работы торгового предприятия И количество подъемно-транспортных машин определяется по следующей формуле На данном вопросе мы закончим изучение данной темы Всего доброго! Благодарю за внимание!